Привет! Я Илья Кролик, это мой второй канал, и в этом видео я расскажу свои впечатления от сериала Игра в кальмара. Такое чувство, как будто я последний человек на земле, который посмотрел этот сериал. Настолько он популярен, настолько он хайпанул, настолько я затянул с просмотром. В чем сюжет? Дело происходит в Корее. Группу абсолютных нищебродов, людей, у которых не осталось надежды, свозят на остров, чтобы они участвовали в играх. Игры преимущественно детские, детские корейские игры. Но есть два нюанса. Цена проигрыша — это жизнь. Цена выигрыша — это невероятно баснословная денежная сумма, которая может решить проблемы победителей. И по мне сериал стал популярен, потому что в нем есть буквально все. Красота, скандалы, интриги, жестокость. Но для меня, в первую очередь, этот сериал — это Ода Смерти. Смерть как сюжетный элемент часто используется во многих произведениях и часто служит одним из наиболее мощных драматических моментов. Так было, например, смертью заканчивается первый «Властелин колец». Смерть — это самый драматичный момент в «Короле Льве». Смерть — это то, чем закончились «Мстители. Финал». И в этом сериале эксплуатируются самые-самые разные виды смерти. От массовой, какой-то беспорядочной, случайной. Плюс ко всему этому прибавляются как раз вот эти психологизм, политика, религия. То есть в этом сериале есть крупицы всего понемногу. И ты иногда видишь смерти каких-то абсолютно левых персонажей, близких персонажей, персонажей, которым желал смерти, персонажей, которых невероятно жалко. То есть вот просто есть 50 оттенков серва, тут вот миллион оттенков смертей. И, естественно, смерти не сработали бы сами по себе. Поэтому у нас есть очень симпатичный главный герой. Мне показалось, что этот актер очень классно, приятно выглядит. Причем это проявляется не сразу. В первых двух сериях он просто очередной нищий. Но именно его взаимодействие с другими героями, то, как он им сочувствует, подбадривает, разговаривает, смотрит, очень фирменный взгляд у главного актера. Это невероятно приятный главный герой, которому вот лично мне хотелось сопереживать. И отлично сыгранный. Причем я читал, что до этого этот актер не раз играл в триллерах невероятных бандитов. И будет интересно посмотреть на него вот в этих его предыдущих образах, которые вообще даже не вяжутся с тем, как он выглядит в игре в кальмара. Если продолжать разбирать этот феномен, возможно, для многих очередным триггером стала корейская жестокость. То есть люди в столь массовом произведении открыли для себя вот эту вот сторону Южной Кореи. Лично я люблю в сериалах и фильмах смотреть для себя свежие лица. В очередном голливудском блокбастере ты уже в десятый раз видишь Дуэйна Джонсона «Скалу», который один и тот же, а здесь действительно новые лица. Причем даже если кто-то из них что-то не дотягивает, это не очень понятно, потому что ты видишь этого актера в первый раз, и если он тупо является собой, он все равно для тебя какое-то новое маленькое приятное открытие. И несмотря на то, что это восточное произведение, оно снято и подано по всем заветам Запада легко, понятно, ненатужно. Для меня «Провисающим» был только второй эпизод. В остальном сериал был весьма бодр, там нет затягиваний. И на самом деле, возможно, местами я бы хотел даже еще более второстепенных персонажей как-то чуть больше узнать. Все равно тут есть весьма ограниченная линейка основных героев, с которыми все четко. Понятные характеры, понятные становления, понятные цели. Но, например, там есть две девочки, и про одну все, что надо, рассказали. Про вторую, даже несмотря на то, что она там говорила, что «О, моя жизнь такая пустая», я бы все равно, может быть, хотел бы узнать ее чуть больше. Или если взять самое первое испытание «Тише едешь, дальше будешь», даже там людей из массовки можно было еще как-то охарактеризовать буквально за пару минут на пути того, как они туда подходили. Может быть, тогда бы еще бы лучше это сработало. И это все ничего страшного, но давайте перейдем, не знаю, к минусам, не к минусам, но к моментам, которые не суперсильно порадовали. Линия с детективом на этом острове. Пока у главных героев идет игра за игрой и выживание в перерывах, также есть сюжетная линия с детективом, который пытается на этом острове худно-бедно создать разоблачение. И это идет, идет, и по мне это ни к чему не приходит. И даже если в этом была цель, это не очень интересно, для меня это было не сильно увлекательно, а сюжетный поворот, который в конце этой линии присутствует, показался ненужным, надуманным и неинтересным. То есть, да, вот такой фигак, сюжетный поворот, и что? Это от этого ни горячо, ни холодно, как и от сюжетной линии, которая просто немножко пояснила о том, как происходят дела на острове. Еще одна мысль, которая не придирка, а просто мысль, я не считаю это произведение сильно оригинальным. И мы видели много похожих фильмов, где есть элементы кальмара, начиная с таких фильмов, как Пила, Платформа, Голодные игры, Королевская битва. Но есть произведение, которое еще более похоже, и я его видел. Это аниме Кайди. И просто все элементы, которые были в кальмаре, были уже в Кайди. То, кем является главный герой, вербовка главного героя, проведение игр, то, как взаимодействуют игроки во время проведения игр, то, к чему все это приходит, то, из-за чего организовываются игры. Все это точно в такой же в Кайди. Единственное, чем они отличаются, то, что сами игры в Кайди были более математическо-вычислительные в большинстве своем. А в остальном это прям вот один в один. Вот первая арка Кайди, потому что он длится гораздо больше там томов, чем одно приключение 9-серийного сериала. Вот первая арка, это вот прям очень-очень похожая копия. Только там действия происходят на острове, тут на корабле. Тут несколько игр, тут игр поменьше. В остальном прям очень похоже. Если будете смотреть Кайди, аниме забавное, по-старому очень растянутое, и там очень-очень ужасная арка, как герои на стройке ходили по балкам. Это прям супер-мега-отстой, где все решилось с помощью невидимого балкона. Это не шутка. Там реально был такой супер-мега-отстойный момент. Но даже из этой арки элементы были в сериале про кальмаров. То есть эпизод, как в аниме герои ходили по балкам, точно так же в кальмарах ходили по стеклянным клеточкам. И этот эпизод, если их сравнивать прям один к одному, в сериале был лучше. Подводя итог, сериал «Игра в кальмарах» всем рекомендую. Он замечательный сериал, в котором есть все. Если где-то скучно, можно чуть-чуть перемотать. Не считаю его сильно оригинальным, но тем не менее, я, как обычно, рад, что такое произведение существует, и стало по-своему массово, потому что почти все элементы, которые там есть, я это все люблю. Жестокость, корейщину, игра на выбывание, психологизм, философию, все внутри там есть. А что вы думаете? Напишите. Сделал ролик Илья Кролик. Всем добра.